антон павлович чехов в аптеке был поздний вечер домашний учителя егор алексеевич свойкин чтобы не терять попусту времени от доктора отправился прямо в аптеку словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику думал он забираясь по аптечной лестнице лоснящиеся и устланы дорогими коврами ступить страшно войдя в аптеку свойкин был охвачен запахом присущим всем аптекам на свете наука и лекарства с годами меняются но аптечный запах вечен как материя его нюхали наши деды будут нюхать и внуки публики благодаря позднему часу в аптеке не было за желтой лоснящейся конторкой уставленной вазочками с сигнатурами стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой строгим лицом и с выхоленными бакенами по всей видимости провизор начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями все на этом человеке было старательно воутюжено вычищено и словно вылизано хоть под венец ступай нахмуренные глаза и выглядели свысока вниз на газету лежавшую на конторке он читал в стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь по ту сторону прилавка отделяющего латинскую кухню от толпы в полумраке копошились две темные фигуры свойкин подошел к конторке и подал вытяженному господину рецепт тот не глядя на него взял рецепт дочитал в газете до точки и сделавший легкий полуоборот головы направо пробормотал коламели два грана сахару пять грамм 10 порошков я послышался из глубины аптеки резкий металлический голос провизор продиктовал тем же глухим мерным голосом микстуру я послышалось из другого угла провизор написал что-то на рецепте нахмурился закинув голову назад опустил глаза на газету через час будет готова процедил он сквозь зубы еще глазами точку на которой остановился нельзя ли поскорее пробормотал свойкин мне решительно невозможно ждать провизор не ответил свойкин опустился на диван и принялся ждать кассир кончил считать мелочь глубоко вздохнул и щелкнул клювом в глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки другая фигура что-то болтала в синий в синей склянки где-то мерно и осторожно стучали часы свойкин был болен во рту у него горело в ногах и руках стояли тянущие боли в утяжелевшей голове бродили туманные образы похожие на облака и закутанные человеческие фигуры провизора полки с банками газовые рожки этажерки он видел сквозь флер однообразный стук амраморную ступку и медленное тиканье часов казалось ему происходили не вне а в самой его голове разбитость и головной туман овладевали его телом все больше и больше так что подождав немного и чувствую что его тошнит от стуха мраморной ступки он чтобы подбодрить себя решил заговорить с провизором должно быть у меня горячка начинается сказал он доктор сказал что еще трудно решить какая у меня болезнь но уж больно я слаб еще счастье мое что я в столице заболел а не дай бог этакую напасть в деревне где нет докторов и аптек провизор стоял неподвижно и закинув назад голову читал на обращение к нему свойки но он не ответил ни словом ни движения словно не слышал кассир громко зевнул и чиркнул о панталон и спичкой стук мраморной ступки становился все громче и звонче видя что его не слушают свойкин поднял глаза на полке с банками и принялся читать надпись перед ним замелькали сначала всевозможные радиксы генциана пимпинелла торментила зеодория и прочее за радиксами замелькали тинктуры аллеомы семены с названиями одного другого мудрее и допотопнее сколько должно быть здесь ненужного балласта подумал свойкин сколько рутины в этих банках стоящих тут только по традиции и в то же время все это солидно и внушительно с полок свойкин перевел глаза настоявшую около него стеклянную этажерку тут увидел он резиновые кружечки шарики сприцовки баночки с зубной пастой капли пьеро капли адель гейма косметические мыло мазь для ращения волос в аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 копеек бычачьей желчи скажите пожалуйста для чего употребляется бычачья желчь обратился учитель провизору обрадовавшись теме для разговора не получив ответа на свой вопрос свойкин принялся рассматривать строгую надменно ученую физиономию провизора странные люди и богу подумал он чего роде они напускают на свои лица ученый колер дерут с ближнего в три дорого продают мази для ращения волос а глядя на их лица можно подумать что они в самом деле жрецы науки пишут по латыни говорят по-немецки средневековая из себя что-то корчит в здоровом состоянии не замечаешь этих сухих черствых физиономий а вот как заболеешь как я теперь то и ужаснешься что святое дело попало в руки этакой бесчувственной утюжной фигуры рассматривая неподвижную физиономию провизора свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало подальше от света ученый физиономии и стука мраморной ступки болезненное утопление овладела всем его существом он подошел к прилавку и состроив умоляющую гримасу спросил будьте так любезны отпустите меня я болен сейчас пожалуйста не облокачивайтесь учитель сел на диван и гоняя из головы туманные образы стал смотреть как курит кассир полчаса еще только прошло подумал он еще осталось только же невыносимо но вот наконец к провизору подошел маленький черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью провизор досчитал до точки медленно отошел от конторки и взяв склянку в руки поболтал ее перед глазами за сим он записал сигнатуру привязал ее горлышку склянки и потянулся запечаткой но к чему эти церемонии подумал свойкин трата времени да и деньги лишние за это возьмут завернув связав и запечатав микстуру провизор стал проделывать то же самое с порошками получите проговорил он наконец не глядя на свой кино внесите в кассу рубль шесть копеек свой кин полез в карман за деньгами достал рубль и тут же вспомнил что у него кроме этого рубля нет больше ни копейки рубль шесть копеек забарматал он конфузии а у меня только всего рубль думал что рубля хватит как же быть то не знаю отчеканил провизор принимаясь за газету в таком случае уж вы извините шесть копеек я вам занесу завтра или пришлю этого нельзя у нас кредита нет как же мне быть то сходите домой принесите шесть копеек тогда и лекарства получите пожалуй но мне тяжело ходить а прислать некого не знаю не мое дело хорошо я схожу домой свой кин вышел из аптеки отправился к себе домой пока он добрался до своего номера то садился отдыхать раз пять придя к себе и найдя в столе несколько медных монет он присел на кровать отдохнуть какая-то сила потянула его голову к подушке он прилег как бы на минутку туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание долго он помнил что ему нужно идти в аптеку долго заставлял себя встать но болезнь взяла свое медики высыпались из кулака и больному стало сниться что он уже пошел в аптеку и вновь беседую там с провизором